Сегодняшняя наша лекция – это такой обзор, а что же современного происходит. Ну, современное 20 лет назад уже началось, правда. Что же современного происходит в нашей оптической микроскопии? Какие новые методы появились или какие старые методы есть, которые мы можем пользоваться? И, естественно, здесь нужно обсудить, во-первых, некоторые физиологические методы, которые позволяют работать с живыми клетками и, например, позволяют нам установить скорость транспорта белка между какими-то компартментами клетки, между, скажем, ядром и цитоплазмой. А мы сможем поговорить с вами о методах, которые нам позволят на клетку влиять. Мы уже говорили немножко об оптогенетике, но у нас есть и другие способы при помощи света каким-то образом изменять параметры, в которых находится клетка. Поэтому мы поговорим с вами о такой вещи, как Uncaging. Мы должны будем поговорить о том, чего нового в конфокальной микроскопии за последние 10 лет появилось относительно того, что мы с вами описали. И несколько методов дополнительных. Это микроскопия полного внутреннего отражения, это двухфотонная микроскопия, это несколько методов сверхразрешения, конечно же, их гораздо больше, но поговорим мы только об основных. И несколько подходов дополнительных уже, которые, скорее всего, будут нужны не всем, а только тем, кто будет заниматься больше, скажем, биофизикой. Это флуоресцентная корреляционная микроскопия, это микроскопия времени задухания флуорохрома. Ну и то, что может быть интересно людям, занимающими живыми клетками, это статистические подходы микроскопии, а именно так называемая высокопроизводительная микроскопия. Ну и начнем мы с вами с методов физиологических, которые все называются на первую букву fluorescence F, ну а дальше что-либо описывающее этот метод. И здесь у нас будет три метода. Первые два метода очень похожи, фрап и флип. Оба эти метода позволяют увидеть, насколько будет мобилен наш исследуемый флуоресцент намеченный или кодированный, соответственно, флуоресцентным белком комплекс белков. И если первый метод позволит сказать, насколько он мобилен в пределах компартментов, то второй метод позволит увидеть, вообще возможен ли транспорт этого белка из одного компартмента в другой и какая скорость этого транспорта. Ну и последний, третий метод, это форестовская резонансная передача энергии или FRED. Иногда ее не очень правильно расшифровывают сейчас, как флуоресцентная резонансная передача энергии. На самом деле форестовская резонансная передача энергии. Она позволяет нам с вами узнать, насколько близко два белка находятся друг к другу. Причем близко в данном случае это уже десятки ангстрем, то есть это единицы нанометров. Ну и начнем с описания первых двух методов. Предположим, у вас есть клетка, вы ее специальным образом трансфицировали, у вас наработался зеленый флуоресцентный белок, сшитый с белком интерес. То есть там, где оказывается ваш белок интереса, вы можете увидеть и флуоресцентную метку. Теперь вы смотрите на вашу клетку, у нее, естественно, есть эта метка. И теперь, как вы помните, у нас есть такой феномен, как вот его цветание. Если мы будем подавать достаточно яркий свет, некое продолжительное время, то в какое-то определенном месте, где этот свет попадал, у нас весь флуорохром перестанет флуоресцировать. Он перейдет в неактивное состояние, либо за счет каких-то хирурических преобразований, либо за счет чисто конформационных. Но, в общем, он уже светиться больше не сможет. И теперь мы можем с вами продолжать наблюдать клетку с уже небольшим количеством возбуждающего света с целью посмотреть, а как будет меняться общая картина флуоресценции. Если предположить, первый вариант, что у нас белок никуда не может из нашего ядра деться и не может прийти новый белок. Это будет означать, что ядро у нас так и останется в клетке темном, сколько мы не снимали. В случае, если такой транспорт есть, то через некоторое время у нас будет происходить обмен этими белками. Какие-то белки, которые у нас, условно говоря, были при помощи фотоцветания, выключены, перейдут в цитоплазму. Какие-то белки из цитоплазмы, если есть такой активный транспорт или пассивный транспорт, перейдут в ядро, и мы увидим восстановление флуоресценции. Поэтому метод FRAP, Fluorescent Recovery After Photo Bleaching, это метод, который нам позволяет увидеть восстановление флуоресценции после вот такого времени фотоцветания. Понятно, что никогда до 100% восстановления яркости у нас не произойдет, просто потому что мы общую концентрацию флуоресирующих молекул в клетке уменьшили. Ну, как всегда, мы можем немножко по-другому поступить. Мы можем взять половину восстановления яркости и смотреть время, за которое половина этой яркости после нашего воздействия восстановится. И, собственно говоря, это время будет нам... Оно будет та у нас называться. Оно будет нам говорить, насколько наш белок подвижен. Если белок быстро подвижен, у нас восстановление будет происходить очень быстро. Если белок очень медленно подвижен, то это восстановление будет занимать длительное время и происходить гораздо дальше. Ну и, как всегда, с процессами, которые мы не можем с вами до конца зарегистрировать, которые асимпатически стремятся к какому-то значению, естественно, мы с вами здесь берем половину времени восстановления. Так же, как физики, например, берут период полураспада для какого-то нестабильного изотопа. Метод FLIP очень похож. Единственное различие его, что мы постоянно выжигаем флуорохром, скажем, в ядре и в это время регистрируем, что у нас происходит с цитоплазмой. Если перемещения нет, то в случае этого второго нашего метода FLIP у нас и яркость падать практически не будет. Регистрируем мы теперь в цитоплазме. И это график регистрации. Это у нас интенсивность, это время. И если транспорта между этими компартментами нет, то у нас постоянно яркость остается одной и той же. И второй вариант. Если у нас все-таки есть какой-то транспорт между ядром и цитоплазмой, тогда, конечно, у нас будет выгорать какое-то количество нашего флуорохрома. В цитоплазм будет возвращаться уже выгоревший хлорохром, и мы увидим с вами вот что-то подобное, что позволит нам тоже сказать, насколько быстро происходит обмен этими нашими флуоризантно-меченными белками между двумя компартментами. Метод FRED, который позволяет теперь нам говорить о расстояниях между белками. Я, наверное, не очень классически начну его объяснение. Давайте рассмотрим не два взаимодействующих белка, а белок химерный, который мечен двумя флуоризантными белками одновременно. Пускай у нас будет очень сильно выцветающий синий флуоризантный белок, пускай у нас будет зеленый флуоризантный белок, и пускай они будут соединены через какую-то достаточно длинную полипептидную цепочку. Пока не важно, что внутри нее находится. Если эти два белка находятся на большом расстоянии друг относительно друга, ну, предположим, что белок в развернутом состоянии будет, не знаю, там 20 нанометров, то если мы будем подавать свет, необходимый для возбуждения первого флуоризантного белка, мы получим только от него и испускание. А вот теперь предположим, что каким-то образом изменилась конформация этой полипептидной цепочки, и эти два белка оказались на расстоянии очень небольшом. Предположим, где-нибудь 4 нанометра. И тогда, возможно, беззлучательная передача энергии с первого белка на второй. То есть мы освещаем все те же самые 380 нанометров, но 440 у нас практически не идет, очень мало. Очень-очень-очень-очень мало. Хотя, конечно, какое-то количество есть. А вот теперь мы видим с вами испускание второго белка. Это возможно только в том случае, если спектр испускания первого белка перекрывается со спектром возбуждения второго белка. И тогда мы будем видеть уже испускание, соответственно, вот этого нашего 510 нанометров второго белка. Видит возбуждение первого, пускай у нас будет 380. Как себе можно представить этот феномен? Представьте, что у вас есть два магнита, которые один находится на столе, другой под столом. Если расстояние между ними, то есть толщина столешницы небольшая, то, поворачивая первый магнит, у вас будет поворачиваться и второй магнит. Понятно, что между ними происходит передача энергии. Вы можете таким образом вращение передать одного магнита к другому. Если же расстояние растет, столешница стала больше, либо магнит положили выше, то такого передачи эффективной уже быть не может. Это, конечно, такая очень нестрогая с точки зрения формальной физики объяснение. Но, тем не менее, понятно, что здесь происходит. Если у нас один из флуорохромов оказался в возбужденном состоянии, как вы помните, у него один электрон находится в более энергетическом состоянии. Электрон движется. Что это означает? Это означает, что у нас эта молекула стала таким диполем. Если есть такой же примерно диполь, который может быть ему резонансен, который может эту энергию забрать, то есть возможность этого диполя эту энергию забрать на себя. Ну, а дальше ему же придется излучить этот фотон, потому что, в принципе, это то же самое, как будто мы его возбуждали при помощи соответствующего фотона света. А теперь смотрите, что интересное может быть. Во-первых, мы можем теперь, если это будет два отдельных белка, посмотреть, когда они оказываются на очень близком расстоянии. Согласитесь, 4 нанометра даже с микроскопией сверх разрешения пока недостижимые для нас размеры. Но за счет просто изменения спектра, который мы получаем, мы можем сказать, действительно ли два белка так близко расположены, или они расположены дальше. Ну и второй момент. Теперь мы можем делать генетически кодируемые сенсоры. Представим, что у нас здесь внутри оказался какой-то белочек, пускай это будет кальмодулин, который меняет свою конформацию в зависимости от наблюдаемого нами фактора, например, кальция. У кальмодулина, если помните, 4 места для связывания кальция. И когда все 4 места кальцием занято, то его конформация немножко меняется. Здесь можно сделать еще М13 проставочку, чтобы все-таки расстояние соблюсти. И получается, что когда кальция нету, слишком мало кальция, у нас феноменов Ред не наблюдается. Два белка находятся очень далеко друг от друга. Когда у нас кальция много, у нас все 4 активных места на этом белка заняты. Ну и, соответственно, получается, что теперь эти два флюзионных белка находятся близко друг к другу, и мы наблюдаем феномен фороста-кальциональной передачи энергии. Как подбирать пары флуорохромов для того, чтобы такая передача могла произойти, и метод Фред мог бы использоваться в наших исследованиях? Как я уже говорил, спектр спускания флуорохрома, который мы будем называть донором первого, должен соответствовать спектру поглощения, вернее, возбуждения, если говорить абсолютно точно, нашего второго флуорохрома, соответственно, мы будем называть акцептор. Соответственно, это будет донор, это будет рецептор. И тогда возможен переход в случае, если они находятся близко друг к другу, энергия между этими флуорохромами без излучения, то есть здесь фотона на самом деле нет, и излучение уже второго флуорохрома. Пример таких пар. Ну вот CI3, CI5, краски мы с вами рассматривали. Много пар, которые можем использовать, используя различные флюисцентные белки, и сейчас наиболее эффективная пара, которую чаще всего используют, это сине-зеленый CI5, флюорохром протеин и желтый флюорохром, и 5P, соответственно, желтый флюорохром белок. Радиус здесь дан в ангстреме, соответственно, это будет 5,5, скажем, нанометра, нам эту точку сюда будет поставить. И теперь, если нам будет интересно, участвуют ли два белка в тесном взаимодействии друг с другом, мы можем сделать химерные белки, которые будут помечены, скажем, вот с таким набором флюисцентных белков, или пометить их чисто химически при помощи органических флюисцентных соединений. И, если мы будем наблюдать такую форсовскую передачу энергии, мы можем говорить о том, что они расположены достаточно близко друг к другу. Как это реально сделать на микроскопе? Самый простой вариант, первый, это, если у вас препарат фиксированный, или если вам препарат этот не нужен для второго повторного измерения, или измерения кого-то по времени. У вас есть, скажем, ваша клетка, в котором у вас есть оба флюорохрома, и донор, и акцептор, но дальше, если вы смотрите, как у вас флюоресцирует донор, то, если наблюдается феномен Фред, его флюисцентция будет не очень высокая. Очень большую часть его энергии, которая могла бы пойти на испускание фотона, будет забирать акцептор. Феномен Фред есть, есть переход, мы освещаем наш донор, донор у вас еле-еле-еле светится, но зато у нас хорошо светится акцептор. Что мы теперь можем сделать? Мы теперь можем вот этот акцептор сделать не светящимся, то есть просто его брать из этого уравнения. И тогда понятно, что у нас теперь будет очень хорошо флюоресцировать именно наш донор, первый флорохром. Что мы делаем? Мы выбираем какую-то небольшую область, которую мы хотим проверить наличие вот этого вот эффекта. Мы ее сильно освещаем светом, который должен наш акцептор при помощи фотовоцветания из этого процесса убрать. И дальше смотрим, как изменилась у нас яркость нашего донора. Ну и можем сделать теперь картинку сравнения. Картинки номер 1, картинки номер 2, а это соответственно отношение 1-2. И как видите, действительно в этом месте флюоресценция нашего донора сильно возросла. Если мы откалибруем специальным образом наш прибор, если мы будем использовать что-то в виде стандарта, мы можем с вами в принципе даже посчитать, какой примерно процент такого взаимодействия всех молекул мог бы быть. Ну и формула для подсчета, как видите, здесь крайне простая. Нам нужно получить картинку до того, как мы наш акцептор при помощи фотовоцветания убрали. И то, что мы сделали после. И в принципе просто поставить значение. Ну естественно, этот метод хорош только для фиксированных препаратов или препаратов, которые никуда уже бежать не собираются. Что же делать, если у нас живые клетки, и мы хотим наблюдать этот феномен в динамике? Вот, например, наш кальциевый сенсор. Понятно, нам бы хотелось смотреть, как изменяется уровень кальция в клетке по времени. Здесь есть несколько проблем. Предположим, что у нас пара будет CFP в AFP. Сейчас она используется наиболее часто. И здесь на картинке от фирмы Lake, которая с сайта взята, есть возбуждение и испускание CFP, возбуждение и испускание в AFP. Мы уже говорили, они образуют достаточно хорошую фред-пару между собой. И мы можем их для этого использовать. Предположим, что мы с вами выберем где-то здесь длинный волн возбуждения. Ну, предположим, 450 нанометров выберем. И где-нибудь там 510 нанометров. Конечно, мы могли бы сдвинуться сюда и тем самым уменьшить взаимное проникновение каналов, возбуждение второго нашего участника. Но понятно, что чем ближе мы идем к ультрафиолету, тем более фототоксично это будет для клеток. Поэтому, предположим, выбрали вот такую длину волны. Теперь регистрация. Наибольшее количество яркости от нашего первого участника, а CFP будет примерно вот в этой области. Хотя, обратите внимание, мы будем захватывать при этом и кусочек спускания от нашего акцептора. Ну, для акцептора мы можем выбрать вот такую область. Но, посмотрите, мы с вами захватываем значительную часть спускания от нашего тонера. То есть, получается, что у нас и возбуждение возбуждает оба флорохрома, хотя первый в большей степени, второй в меньшей. И спускание у нас, что для первого, что для второго, имеет небольшое взаимопрониковение каналов. И нам нужно как-то с этой проблемой бороться. Потому что, если мы теперь просто посчитаем, скажем, соотношение этих двух частей, то получится, что, в принципе, мы будем наблюдать якобы фред всегда. Что, конечно же, неправда. Как мы теперь можем с вами поступить? Ну, во-первых, мы можем разделить вот это взаимопрониковение каналов. Предположим, что это спектр испускания нашего CFP. Соответственно, это у нас с вами получается донор. И понятно, что его спектр вот таким образом может быть разделен. Мы можем посчитать коэффициент, который будет называться коэффициентом бета. То, что мы регистрируем в канале самого по себе донора. И то, что протекает в канал нашего акцептора. Какая часть этого излучения там оказывается. Теперь то же самое мы можем сделать с вами и для второго участника. Вот наш YFP. И вот какая часть его оказывается в канале донора. Вот какая часть оказывается в канале акцептора. И можем посчитать еще три коэффициента. Альфа, гамма и тест на бета. Посчитав эти коэффициенты, мы можем использовать несколько различных формул. Для того, чтобы теперь можно было учесть вот это вот неприятное влияние взаимоприкновения каналов. Когда какую формулу использовать, я сейчас рассказывать не буду. Есть между ними небольшая разница. Если кто-то будет заниматься этим методом, то могу порекомендовать статьи, в которых более подробно это описано. Но что бывает очень удобно. Предположим, что у нас наш генетически закодированный сенсор, где есть CFP, что-то, что меняет конформацию, и в IFP. Так мы точно знаем соотношение 1 к 1. То есть это получается стахиметрически равное количество флорохромов у нас находится. То всю вот эту сложную формулу в большинстве случаев мы можем упростить вот до такого состояния. И по идее считать количество фред взаимодействия после калибровки, когда максимальное фред взаимодействие и минимальное фред взаимодействие, а по просто делению яркости зонора на яркость акцептора. Таким образом, этот метод позволяет нам посмотреть расстояние между двумя флорохромами, будь они на разных белках или на одном и том же белке, и в том числе использовать вот такие генетически закодированные сенсоры для различных клеточных процессов. Кальций, инсидол-3-фосфат, циклическое МФ, напряжение на мембране, все что хотите. Сейчас таких сенсоров есть очень большая библиотека. Раз мы с вами имеем сенсор, то нам бы, конечно, было бы интересно наши клетки каким-то образом еще и стимулировать. Понятно, что если у нас клетки под микроскопом, мы можем просто менять жидкость, в которой они находятся. По одной трубочке ее подавать, по другой трубочке ее забирать. Согласитесь, процесс достаточно медленный, во-первых. А вторая проблема, что этот процесс будет затрагивать весь объем, который у нас находится под нашим микроскопом, и, соответственно, все клетки, все их органеллы. Что можно сделать из интересного? Некоторые вещества под воздействием света при длине волны могут разлагаться. И мы можем использовать это свойство для того, чтобы сделать какое-то вещество, которое, по идее, должно быть биологически активным. К примеру, глутамат. Делать его неактивным так, чтобы рецептор его не мог распознать. То есть у вас есть глутамат, которому пришита некая молекула. Называть ее, в английском ее кейджем называют клеткой. Некая молекула, которая меняет его свойства. Рецептор уже не может распознать его, и, соответственно, этот глутамат не работает как нейромедиатор. Дальше, если мы подадим с вами определенной длины волны свет, предположим, 405 нанометров, то у нас произойдет фотохимическая реакция. Отдельно у нас теперь появится вот эта клетка. И отдельно появится глутамат. Понятно, что свободный глутамат у нас теперь может быть распознан рецептором. Ну и, соответственно, клетка может на такое ответить. Чем это хорошо? Предположим, мы с вами смотрим целиком какую-то нервную клетку, которая нас интересует. У нее есть дендриты, у нее есть одиноксон. И мы, например, смотрим эту клетку, уменьшенную красителем, которая позволяет нам видеть напряжение на мембране. Мы добавляем в этот раствор, где находятся клетки, это вот исходное соединение, где у нас есть и глутамат, и вот эта фотоотщепляемая часть. То есть, это вещество клеткой не распознается как глутамат. И мы теперь можем при помощи, например, если конфокального микроскопа, при помощи сканирования переключить в какой-то части нашего изображения длину волны света с той, которую мы используем для наблюдения этой клетки, на, скажем, 405 нм. Ну, скажем, вот только вот в этой области. Это будет означать, что только в этой области весь этот глутамат, который соединен с клеткой, будет при помощи фотореакции теперь разложен на отдельно эту клетку и, соответственно, на наш вот этот глутамат. Это будет очень небольшой объем, это будет меньше пиколитров. И понятно, что концентрация в этом объеме этого глутамата будет большая. И клетке придется каким-то образом на эту концентрацию глутамата ответить. Если мы с вами регистрируем, например, изменение потенциала на мембране, понятно, что раз это дендрит, то у нас здесь будет небольшое изменение. И если значение этой деполяризации будет значительным, то в зоне аксонного холмика у нас произойдет формирование потенциала действия. И дальше мы увидим это уже распространяющееся коаксон. Таких веществ, кроме глутамата, достаточно много. Это далеко не исчерпывающийся список. Ну, как видим, здесь есть вторичные посредники, энзитол, здесь есть где-то кальций был, здесь есть вещества, которые позволяют разрушать нервные клетки, кокаиновая кислота, например, кальций. Ну, в общем, много. На самом деле, конечно, так как это в основном использовалось, начало использоваться для исследований на нервной системе, здесь очень большое количество различных медиаторов, которые таким образом тоже соединены с подразлагаемым местом. Смотрите, микроскоп у нас теперь стал инструментом, который позволяет нам количественно наблюдать какие-то физиологические параметры, например, напряжение на мембране, концентрацию кальция, концентрацию энзитол-3-фосфата, чего хотите. И в то же самое время мы теперь можем с вами еще и воздействовать на клетку маленькими органическими веществами, такими как, скажем, глутамат при необходимости, в очень ограниченных объемах. То есть мы теперь можем эту клетку еще как-то управлять. Ну и если просуммировать все, что мы можем, слайд с прошлой лекции, то на самом деле теперь возможности наши для как наблюдения, так и, скажем, управления какими-то процессами внутри клетки становятся достаточно большими. Но что же нам с вами все-таки не хватает? Что же мы хотели бы от нашего микроскопа, если бы мы могли сделать некое такое вот задание, да, хотим микроскоп, который обладает вот такими свойствами. Предположим, его можно было бы сделать. Конечно, мы бы хотели наблюдать с вами все процессы не на фиксированном препарате и даже не в клеточной культуре, а целиком в какой-то ткани животного. Понятно, что условия там несколько другие, чем на фиксированном препарате и даже чем в случае монослоя клеток. Нам бы хотелось иметь небольшое временное разрешение, чтобы, например, видеть распространение потенциала действия. Нам бы хотелось иметь возможность сканировать очень глубоко, взять целую мышь и, скажем, сканировать целиком, весь ее мозг на всю глубину, чтобы для каждого нейрона, скажем, видеть, как меняется его активность при каком-то воздействии. Нам бы хотелось иметь максимальное разрешение по X, Y и Z. Нам бы, естественно, хотелось иметь наилучшее соотношение сигналов в шум, чтобы даже слабые сигналы мы могли с вами увидеть. Конечно, если какие-то новые методы, такие же, как мы только что описали, еще появятся, которые позволят какие-то новые параметры нашего организма зарегистрировать, было бы прекрасно. И, естественно, нам бы хотелось смотреть на какие-то очень малые изменения. Ведь, согласитесь, если раньше в биологии смотрели, скажем, на цитотоксический тест, где клетка либо умирает, либо живет, сейчас используются более дробные тесты, которые смотрят, насколько клетка становится, скажем так, хуже или лучше при таких условиях. Но при этом, так как ответ у нас не очень простой уже, да, нет, нам нужна достаточно большая статистика, чтобы можно было эти маленькие изменения очень хорошо выявить. Ну и последнее. Нам, конечно, бы хотелось, чтобы инструмент был очень удобным, чтобы нам не нужно было особо долго учиться его использовать. Конечно, ни одного инструмента, позволяющего решить все эти проблемы, так и не создано. Но, тем не менее, мы поговорим о методах, которые тем или иным образом позволяют нам решать хотя бы одну из этих проблем до какой-то степени. Ну и первое – это увеличение скорости работы инструмента, то есть временное разрешение. Мы с вами поговорили о камерах. И когда говорили о камерах, говорили о камерах с, так называемым, электронным усилением EMCCD и камеры CMOS. Более того, эти камеры могут охлаждаться достаточно хорошо для того, чтобы убрать, собственно, тепловой шум. Здесь, как видите, этой камере требуется аж водяное охлаждение для того, чтобы она могла нормально функционировать. И, если вы помните, у камер квантовая эффективность в некоторых случаях для определенных длин волн может достигать 90%. То есть из 100 фотонов, которые на нее попадают, 90 из них вы сможете зарегистрировать, что, конечно, очень неплохо. Плюс скорость работы камер сейчас достаточно хорошо увеличивается. То есть есть камеры, которые позволяют для небольшой картинки, скажем, 512 на 512 точек, получать в флюисцентном режиме изображение более 100 кадров в секунду. Что уже, в общем-то, неплохо. Случай конфокального микроскопа. Как вы помните, скорость у нас ограничивала два фактора. Это зеркала, которые нам нужно двигать, чтобы пучок по препарату могли перемещать. И детектор, фотоумножитель, который мы с вами используем, который имел очень низкую квантовую эффективность, ну и другие неприятные особенности. В связи с этим появились достаточно давно так называемый резонансный сканер. Ведь в чем проблема? Если у нас есть зеркальце, то даже если оно очень мало весит, чтобы его постоянно из стороны в сторону двигать, нам нужно затрачивать какую-то энергию. То есть это маленькое зеркальце будет обладать инерцией. Чтобы преодолеть эту инерцию, чем быстрее мы его хотим двигать, тем больше энергии нужно затратить. В какое-то время либо слишком много нам нужно энергии затрачивать, двигатель нужно большой для этого сделать, который будет еще больше инерции обладать. Либо зеркальце окажется не настолько крепким, ну и просто развалится. Поэтому возникла идея сделать такое зеркальце гибким. И тогда при быстром движении мы не полностью перемещаем всю массу. И вот такое вот зеркальце, находящее состояние резонанса, когда постоянно движение есть, оно постоянно изгибается, может обеспечивать нам скорость сканирования до 12 тысяч линий в секунду. То есть такое зеркальце будет делать 12 тысяч колебаний в секунду. И понятно, что теперь мы можем этими линиями распорядиться по-разному. Можем, например, просить наш конфокальный микроскоп только одну линию постоянно сканировать. С вами сканирование, скажем, по X, T по времени. И мы тогда сможем 12 тысяч раз в секунду вот эту линию просканировать. Сможем взять какой-то небольшой участок, скажем, X, Y, T теперь уже. И просканировать, зависит от того, какого размера мы взяли, сколько линий нам здесь с вами понадобилось. Этот участок достаточно быстро, ну, например, 512 на 512 на 30 кадров в секунду, что уже достаточно неплохо. Временной разрешение это все прекрасно, но у нас была еще одна проблема. А именно для конфокальной микроскопии у нас с вами были только фиксированные источники возбуждающего света. Ведь лазерное излучение, будь оно от газового или ионного лазера, или полупроводникового лазера, имело у нас в случае полупроводникового лазера всего какую-то одну длину волны из всего спектра. В случае газового лазера, так как там есть несколько переходов между разными энергетическими уровнями, чаще всего у вас есть несколько длин волн, одна какая-то основная, и несколько, может быть, еще дополнительных. Но в любом случае очень небольшое количество. Если мы хотим теперь использовать нашу флуорохром абсолютно в максимум их возбуждения, нам нужно подбирать лазер, который будет именно с такой длиной волны. Во-первых, не на все длины волн лазера такие фиксированные есть, во-вторых, они могут стоить дорого, ну а в-третьих, представьте, если вам нужно исследовать, не знаю, там 40, например, разных флуорохромов, и вы хотите каждый в максимум их возбуждать, вам придется на ваш микроскоп поставить 40 отдельных источников лазерного излучения. Дорого в обслуживании, тепла много будет выделять, ну в общем есть сложность. Поэтому появился так называемый белый лазер. Я не очень буду рассказывать про физику, каким образом это возможно, но тем не менее, мы можем с вами создать источник излучения, который для каждой длины волны, которую мы не взяли, будет когерентен. То есть в принципе это лазерное излучение, достаточно мощное. То есть для, скажем, где-нибудь всего вот этого диапазона, это будет около 2-4 ватт излучения. Ну и понятно, что чем уже будем делать полос, тем, конечно, меньше, но это в принципе достаточно много. Теперь, если у нас есть вот такой источник, где у нас лазерное излучение, но практически на весь спектр оно у нас расширено, что мы можем делать? Можем выбирать какой-то участок, только спектр для возбуждения нашего флуорохрома. И первое достоинство использования белого лазера, мы теперь можем превратить наш конфокальный микроскоп в микроспектрофлуорометр. То есть мы можем взять какую-то точку на нашем препарате. Предположим, нас интересует, какие здесь есть флуорохромы и какие у них максимум возбуждения и спускания. Теперь попросить прибор для этой точки снять показания при разных длинных волн возбуждения, так как белый лазер, мы теперь можем брать любые участки длинной волны, и также разные длинные волны спускания. И увидеть, что у нас есть вот такие, скажем, максимумы яркости при такой-то длине, например, волны возбуждения и при такой-то длине волны спускания. То есть охарактеризовать одну единственную точку нашего препарата с вот такими параметрами, как максимум возбуждения, максимум спускания. Понятно, что как микроскоп конфокальный, мы можем то же самое сделать для следующей точки, для следующей точки, для следующей точки и получить целый набор изображений при разных комбинациях длинной волны спускания и возбуждения. Особенно это бывает удобно, если вы характеризуете автофлюоресценцию биологического объекта. Ведь, в принципе, обычно автофлюоресценция, она сразу же несколькими различными веществами обусловлена. И здесь вы смогли бы их увидеть. Более того, вы смогли бы сказать, какая часть спектра у вас более-менее доступна для того, чтобы разместить ваши метки, в которых нет, соответственно, здесь собственной автофлюоресценции. Ну, а если вы вдруг будете исследовать, например, биопленки, которые формируются бактериями, на самом деле спектр автофлюоресценции может многое говорить о том, что за бактерии и какого типа эта биопленка, например, у вас организовалась. Таким образом, если мы с вами сможем использовать белый лазер, мы решим несколько проблем. Во-первых, мы сможем возбуждать при необходимости в максимуме возбуждения нашего флорохрома. Мы говорим, что мы из него можем выбрать любые длинные волн или даже комбинацию длинных волн, которая нам нужна. Второе. Смотрите, если мы используем с вами обычные лазеры и возбуждаем далеко не в максимуме возбуждения нашего флорохрома, это означает, что, чтобы теперь получить достаточную яркость, нам нужно достаточно сильно увеличивать яркость возбуждающего света. Понятно, что для клетки не столько важно небольшие тут различия спектра в нанометре, сколько общая яркость света. И, конечно, фототоксичность в данном случае у нас будет очень высокая. Здесь же, так как мы ровно в максимуме нашего флорохрома можем возбуждать наш флорохром для работы, то яркость возбуждающего света можем значительно уменьшить. Ну и, соответственно, фототоксичность будет меньше. Кроме этого, мы теперь можем при необходимости подобрать наши длинные волн возбуждения, таким образом, чтобы флорохромы регистрировать отдельно. Например, посмотрите, эта длина волны вообще, несмотря на то, что попадает в максимум этого флорохрома, не попадает на возбуждение вот этого последнего флорохрома. То есть мы их уже сможем зарегистрировать с вами абсолютно раздельно. Для флорохрома соседнего, желтенького, здесь, конечно, есть небольшое перекрытие. Вот оно. И мы, в принципе, можем, например, если нам вдруг понадобится, отойти теперь возбуждением куда-то сюда, чтобы уменьшить это соотношение. То есть еще один момент, для чего это можем использовать. Если нам нужно разделить несколько достаточно сложных флорохромов, в которых близкие спектры спускания и возбуждения, за счет того, что мы теперь можем еще и возбуждение регулировать, мы можем это с вами сделать. Таким образом, применение белого лазера оправдано, как минимум, с целью уменьшения фототоксичности и с целью возможности работы вот с такими сложными случаями с перекрытием нескольких флорохромов и одновременной их регистрацией. Следующее изменение. Так как мы можем в конфокальном микроскопе для регистрации разбивать наш свет спектр и теперь регистрировать, какую часть этого спектра мы хотим в итоге увидеть, мы можем с вами использовать специальный детектор, который будет называться массивом, где на самом деле внутри находится много фотоумножителей. Вот так вот расположено. И в принципе, поместив такой детектор теперь за светом разбитым в спектр, мы можем одновременно зарегистрировать весь спектр спускания каждой точки нашего препарата. Понятно, что это будет быстро, понятно, что в случае некоторых исследований это может быть очень полезно. Конечно, есть ограничения. Весь этот массив управляется одним и тем же напряжением. И, соответственно, если мы теперь будем настраивать наш фотоумножитель, используя смещение и усиление, то мы сможем настроить его только для наиболее яркого сигнала. Ну, а наиболее темные сигналы будут не очень хорошо регистрироваться. Но зато это будет одновременно. В принципе, мы можем потом при необходимости уже виртуально на полученной информации поставить какой-нибудь блокирующий фильтр. А, первое, сказать, что мы хотим видеть только вот эти длинные волн. И только вот эти длинные волн. То есть в данном случае это позволяет нам работать со сложными смесями флорохромов или флорохромов, которые меняют каким-то образом свои спектры при экспериментальном воздействии. Следующее применение массива детекторов. Еще одно очень интересное. Может быть, слышали про такой метод фирмы Цейс, который называется AirisCAN. В стандартном конфокальном микроскопе у нас есть пинхол, который позволяет нам ограничить весь внефокусный свет и заставить пройти через него только свет, который находится совершенно-совершенно вот в максимуме. возбуждение, то есть, соответственно, находится вот на фонфокальной, софокусной плоскости с этим пинхолом. Что мы можем на самом деле сделать? А что, если мы будем использовать не один детектор? Пускай у нас будет фотоумножитель или какой-нибудь там другой детектор, а вот такой вот массив детекторов. Теперь, так как у нас пинхол стоит и на возбуждение, помните, возбуждение у нас тоже пинхолом ограничено, то на самом деле будет только одна точка в препарате и то, что выше-ниже в виде песочных часов возбуждаться, то теперь, получая софокусную, с максимум нашего вот этого фокуса, где находится препарат, картинку, мы увидим, естественно, нашу точку, которая находится в фокусе, максимально хорошо ярко именно в центре этого детектора, а весь остальной свет будет где-то по краям. То есть, в принципе, мы теперь можем, регистрируя только с центральной части этого детектора свет, сказать, что вот это вот наш источник, который находится ровно в фокусе, наиболее яркий. Ну, а предположим, теперь мы хотим для этой же картинки получить лучшее сношение сигнал-шум. Мы можем взять еще и соседние точки, тем самым виртуально уменьшив пинхол, ведь на самом деле это получается то же самое, что здесь делал пинхол. Пинхол у нас из всей картинки вырезал только какую-то часть. И теперь мы регистрируем вот эту всю картинку, но можем теперь сказать, что мы хотим использовать данные только с центра, то есть там, где у нас пинхол был бы практически полностью закрыт. Или с какой-то большей части этого же изображения. Или и так далее. И, соответственно, с использованием такого виртуального пинхола мы можем с вами получать некоторое улучшение разрешения. Почему? Потому что, как вы помните, чем мы меньше пинхол делаем, тем у нас разрешение микроскопа станет лучше. Но при этом, смотрите, насколько сильно увеличивается шум. То есть, отношение, здесь, кстати, у них неправильно написано, это был 1.25. По фирме CES. Посмотрите, здесь получается 3 пинхоли около одного. У нас картинка яркая, хорошая, но разрешение не очень хорошее. Здесь у нас картинка получается очень темная, шумная, хотя и с большим разрешением. И теперь, если мы то же самое сделаем с этим аэрисканом, то мы можем получить картинку с хорошим соотношением сигнал-шум, но при этом с разрешением, которое мы получили при вот настолько сильно закрытом пинхоле. С массивом детектором разобрались, очень полезно. Продолжая тему детекторов, то, что нам мешало получить с этого детектора хороший сигнал. Дело в том, что фотоумножитель владал несколькими неприятными особенностями. Во-первых, у него был собственный темновой ток. Как вы помните, у нас был фотокатод. Это устройство, которое фотон, приходящий, преобразовывало в электрон. Дальше у нас была серия отдельных вот таких электродов под разным напряжением. Электрон преодолевает расстояние с какой-то определенной энергией, ударяясь в поверхность этого электрода, выбивал из него еще несколько вторичных электронов. Они дальше шли, опять выбивались. Но, к сожалению, в этом приборе возможен так называемый темновой ток. То есть, даже если мы ничего не будем подавать на его вход, никакого света не будет, есть некий шанс, что, скажем, один электрон где-то может образоваться на каком-то из этих электродов спонтанно. Получим темновой ток, который мы как раз с вами компенсировали при настройке детектора, когда использовали так называемое смещение. Это вот offset. Это, собственно, и компенсация вот этого темнового тока. Кроме фотоумножителей, есть еще несколько типов фото-детекторов, которые могут использоваться в конфокальной микроскопии. Один из этих типов – это так называемый лавинный фотодиод. Диод – это полупроводниковое устройство, которое позволяет току протекать только в одном направлении. Такой обратный клапан. В одну сторону ток пропускаю, в другой не пропускаю. Но есть возможность это устройство функционировать плохо, заставить его все-таки в обратном направлении, ток тоже пропустить. Как это можно сделать? Если вы это устройство будете держать под напряжением, при котором возможно его пробой, то есть возможно перемещение спонтанного заряда в обратном направлении, и в это время на это полупроводниковое устройство придет фотон свет, то в данном случае возникнет возможность проведения тока и в обратном направлении. И мы можем зарегистрировать это событие. Чтобы теперь этот наш лавинный фотодиод не сгорел, его нужно очень быстро отключить и некоторое время ему дать на восстановление. Поэтому он может детектировать отдельные фотоны и по сути дела их считать. Если мы теперь будем с него регистрировать сигнал, то это будут отдельные совершенно события. И каждое событие это приход на него именно фотоны. Мы их можем по сути дела считать. Это такой счетчик фотонов по времени. Это конечно хорошо. У него очень маленький темновой ток. То есть за секунду он случайно без света всего где-то 300 таких событий сам может сгенерировать. То есть в то же самое время фотоумножитель за секунду, там десятки тысяч таких событий может сгенерировать. Ну и сделали еще так называемый гибридный детектор, который объединил в себе достоинства каждого из этих приборов фотоумножителя лавинного диода. Каким образом? Во-первых, для лавинного диода, как помните, нужно было время на восстановление. То есть после того, как он зарегистрировал фотон, чтобы он не сгорел, нам нужно было отключить на нем напряжение, дать ему некоторое время прийти в себя, и потом могли бы опять все равно его использовать. Поэтому примерно 20 наносекунд у него выходило на детекцию фотона, и еще 20 наносекунд его нужно было держать в выключенном состоянии. То есть 40 наносекунд у нас была возможность детекции следующего фотона. Следующий фотон только через 40 наносекунд могли бы с вами зарегистрировать. Но у гибридного фотоумножителя у нас есть все плюсы. Очень маленький шум, поэтому в принципе нам не нужно даже делать компенсацию оффсета, потому что у него 0, это действительно 0, начинается прямо вот так. То есть в принципе оффсет здесь не нужен. Кроме этого, очень маленькая разница по высоте пиков между полученными фотонами. То есть каждый фотон это будет отдельный пик, который мы можем зарегистрировать. И очень маленькое время для регистрации фотонов, то есть он их может регистрировать очень быстро друг за другом идущим. Предположим, здесь вот график, где в прерывистой линии у нас показан сигнал, который мы могли бы зарегистрировать с фотоумножителя, а в фиолетовой линии или темно-синей скорее у нас зарегистрировано с вами сигнал, который мы бы получили вот с такого гибридного детектора. И посмотрите, фотоумножитель у нас каждый раз дает немножечко разную высоту пиков. Это связано с его внутренними особенностями, тут ничего не поделаешь. В случае гибридного детектора высота пиков примерно одинаковая. При этом здесь, так как пик был очень маленький, мы не смогли его зарегистрировать и упустили бы. Это пики наверху, которые мы зарегистрировали бы фотоумножителем, всего 4 фотона. Это то, что мы зарегистрировали бы гибридным детектором 6 фотонов. Как видите, применение такого детектора, оно позволяет нам работать с лучшим соотношением сигнал-шум. А это означает, что мы можем увеличить с вами, опять же, скорость сканирования нашего микроскопа. Или, если нам необходимо, уменьшить яркость возбуждающего света. Что позволит нам работать с живыми клетками более удачно. Конечно же, есть и другие способы улучшения соотношения возбуждения и света, которые мы с вами регистрируем. И мы с вами уже говорили о том, что в некоторых микроскопах одной отдельно взятой эфирмы есть возможность использовать так называемые акустооптические делители луча. По сути дела, дихроичное зеркало. Как вы помните, для флюисцентной конфокальной микроскопии нам нужно разделить длину волны, которую мы используем для возбуждения, длины волны, которая у нас получается за счет уже испускания нашего препарата. И вот это дихроичное зеркало как раз и было тем самым селективным устройством, которое определенные длины волн отражало на препарат, а другие длины волн просто через себя пропускало. Ну, понятно, что такие устройства, такие зеркальца, нам нужно было бы иметь их в достаточно большом количестве для того, чтобы можно было под каждую комбинацию возбуждающего света и испускания их менять. АОБС интересен тем, что это такой перенастраиваемый дихроик. Мы сами можем сказать, какие длины волн мы хотим отражать на препарат, какие длины волн пропускать. Ну, и еще один у него плюс. То, что вот эти линии, которые будут отражены на препарат, то есть набор длин волн, которые в итоге будут на препарат проходить, очень узкие. В случае, если мы используем стандартный дихроик, здесь он синим нарисован, как видите, нам нужно достаточно сильно, получается, отступить от него, потому что спектр, который он будет пропускать на препарат, достаточно широкий. В то же самое время для акустоптического преобразователя он гораздо уже, и вот эти участки мы все-таки можем зарегистрировать при необходимости, тем самым увеличив яркость испускания. Ну, наверное, теперь нам интересна еще одна особенность конфокальной микроскопии. Дело в том, что в некоторых случаях у нас испускание наших флорохромов очень близко, так же, как возбуждение. Предположим, вот такая картинка у нас с вами, и синим у нас один флорохром, а зеленым, скажем, автофлюоресценция. Вернее, наоборот, зеленый – это у нас будет наш сигнал, а это будет у нас автофлюоресценция. Как видите, они настолько близки, что при помощи просто спектрального разделения нам их не разделить. Мы будем видеть и одно, и другое. Вот пример. Посмотрите, здесь стеллокоиды внутри видны, и мембрана видна достаточно хорошо. Но мы можем использовать еще один подход. Если у нас источник света будет не постоянно светить возбуждающего, а тоже будет импульсным. Теперь мы можем регистрировать свет, который будет проходить через определенное время после того, как мы подали импульс возбуждающего света. Чем это интересно? Давайте посмотрим, как будет меняться яркость нашего флорохрома, который нас интересует. Он будет вот здесь вот красным, извините, синим. Это наш сигнал. Ну и автофлюоресценция. И зеленым пускай будет наш сигнал, который нас интересует. Здесь время, пускай это будет наносекунды, к примеру. И мы видим, что в самом начале, так как флюоресценция происходит не одномоментно, а есть некоторое время задержки между поглощением фотона и спусканием, то для автофлюоресценции, посмотрите, максимальное количество фотонов спускается очень рано. А для нашего флорохрома время жизни достаточно длинное. И есть участок, вот это время, где у нас яркость нашего флорохрома достаточно высока. Это наш сигнал. А яркость нашей автофлюоресценции уже достаточно низка. Вот картинка, которую мы получим. Как видите, мембрану здесь видно, а телокоиды внутри уже не видно. Что нам для этого понадобилось? Нам для этого понадобился источник света импульсный, который не постоянно работал, а светил только через какие-то промежутки времени, хотя и достаточно мощно. И нам было необходимо отступить от этого импульса какое-то время, например, полторы наносекунды. То есть мы с вами осветили наш препарат, подождали полторы наносекунды, и только после этого начали регистрировать свет, который от этого препарата мы с вами стали получать. И за счет этого мы смогли избавиться вот от этой вот автофлюоресценции, в которой находилось три наших клеток. Еще один плюс этого же подхода, это то, что мы теперь можем работать примерно на длине возбуждения. Предположим, у нас есть некий флорохром, у которого спектр испускания возбуждения очень близок. И, конечно, зарегистрировать здесь нам очень сложно его, потому что мы попадем с вами на длину волны возбуждения нашего лазера, то есть видим отражение от нашего препарата. Ну и пример при таком сканировании, в данном случае по Z, если мы будем работать на длине волны очень близкой к длине волны возбуждения, мы увидим отражение, например, от покровного предметного стекла. Так это сканирование по Z, то, соответственно, это длина по нашему препарату. Покровное стекло, наш препарат и предметное стекло. Конечно, нам это очень будет сильно мешать, если мы теперь картинку сложим. У нас все это вместе будет вот так же вот сложено. Предположим, что мы теперь точно так же начинаем регистрировать нашу флуоресценцию, отступив, скажем, 0,5 нс. Понятно, что свет, который был просто отражен, он отражается очень быстро. А флуоресценция процесс все-таки достаточно медленный. И теперь, если мы такое сделаем, посмотрите, ни покровного, ни предметного стекла мы с вами не видим, но видим только флуоресценцию от нашего объекта. И на самом деле, вот этот временной подход сейчас в микроскопе очень активно развивается. Потому что он позволяет решать очень много проблем. Во-первых, мы теперь можем разделять несколько флуорохромов с близкими спектрами, если у них различается время жизни. Не всегда такое, конечно, возможно, но в принципе это возможный подход. Во-вторых, мы можем теперь работать на длинных волн испускания, близких к длинным волн возбуждения. И даже если оптическая система не позволяет нам их разделить, мы можем их разделить просто по времени. Ну и последнее, что здесь важно отметить. Время жизни в флуоресценции очень сильно зависит от окружения. Во-первых, есть уже сенсоры, которые именно за счет времени жизни позволяют вам, за счет его изменения, посмотреть, например, напряжение на мембране. Ну и второе применение, которое нам очень важно. Помните, мы говорили с вами о феномене FRED, когда мы смотрели расстояние между двумя белками. И у нас было два состояния, когда от донора к акцептору происходит беззвучательная передача энергии, когда она в принципе невозможна, потому что они слишком далеко друг от друга находятся. При этом время жизни в флуоресценции донора очень сильно будет различаться. Если донору есть возможность быстро передать эту энергию акцептору, то время жизни у него будет очень быстро падать. Здесь время, пускай это будет наносекунды. Здесь некая интенсивность в каких-то единицах. И посмотрите, к второй наносекунде у нас в случае, если есть взаимодействие между донором и акцептором, то 10% всего лишь яркость упала. В случае, если у нас нет взаимодействия, вот у нас отдельно донор, отдельно акцептор излучает именно донор, то его время жизни излучения, в данном случае, то же самое 2 миллисекунды, даст нам эффективность порядка 50%. При этом, заметьте, это не зависит от концентрации флуорохрома. Мы сейчас меряем с вами совершенно другой параметр, а именно то, насколько задерживается яркость испускания, или явление количества фотонов по времени от начала возбуждения, в зависимости от того, есть ли возможность форсовской энергиональной передачи, близко ли находятся эти два белка, или достаточно далеко друг от друга. И вот этот вот так называемый FLIMFRED очень интересный метод, который позволяет количественно определять, какое соотношение белков у вас сейчас находится близко, и возможно вот это соотношение, и сколько белков у вас находится достаточно далеко, и при этом феномена FRED наблюдаться не будет. Поговорив о конфокальной микроскопии, конечно, нужно затронуть еще один весьма нишевый вариант микроскопии, это так называемая микроскопия полного внутреннего отражения. Метод очень, с одной стороны, простой, и достаточно ограниченный в своем применении, но позволяет решить очень много проблем. Представьте, что мы используем с вами освещение нашего флюисцентного препарата под каким-то достаточно острым углом. И препарат у нас находится здесь сверху, скажем, в жидкости, а мы освещаем через покровное или предметное стекло. Как вы помните, после определенного угла критического у нас произойдет так называемое полное внутреннее отражение. То есть свет не должен выходить между разделов АС во вторую часть. На самом деле здесь физика немножко более интересная. Свет образует здесь стоячие волны, причем в очень небольшом расстоянии, там от 80 где-то до 200 нанометров. Но тем не менее, если он здесь никак не может поглощен быть, он отражается. Теперь представьте, что мы на место, где происходит такое полное внутреннее отражение, поместили нашу клетку. Получается, что возбуждающий свет может проникнуть в эту клетку только в той части, которая практически лежит на поверхности стекла, и по толщине эта зона будет очень небольшой, порядка 200 нанометров. Конечно, мы можем немножко регулировать толщину этой зоны взаимодействия, подавая луч под большим углом или под меньшим углом. До того момента пока полное внутреннее отражение у нас еще возможно, потому что если мы возьмем слишком большой угол, у нас какая-то часть света уже сможет пройти, и возбуждаться будут все флорохромы, находящиеся в нашей клетке. Давайте посмотрим картинки, как они будут выглядеть в этом методе. Складываем у нас некая клетка, которая ангизирована на покровное стекло, которое мы, собственно говоря, с вами и смотрим. Это то, что мы видим в широкопольной микроскопии, то есть здесь вся клетка целиком, и то, что на стекле у нее находится мембрана, и то, что выше. Если мы теперь будем смотреть в режиме полного внутреннего отражения, мы увидим от этой клетки, лежащей на нашем стекле, достаточно толстой, только вот этот самый-самый-самый-самый-самый нижний слой. Причем, как я уже говорил, можем его регулировать и можем сделать его настолько тонким, как, скажем, 200 нанометров. И изучать процессы, которые происходят на мембране клетки без влияния всего, что находится выше. То есть здесь можно посмотреть эндетик, то с экзоцитоз, можно посмотреть, если в эту область подходят какие-то другие органеллы, например, метахондрии, так близко подходят к мембране. И так далее. Что еще интересно с этим методом? То, что здесь мы можем с вами видеть очень-очень-очень маленькие изменения поверхности мембраны. Согласитесь, если у нас есть наша мембрана, начинает формироваться какой-нибудь небольшой, небольшая визикула. Размеры не очень маленькие. Если мы будем говорить о разрешении микроскопа, то вот минимальное, скажем, разрешение микроскопа. Увидеть формирование такой визикул обычными способами мы практически не сможем. А вот в случае микроскопии полного внутреннего отражения происходит очень интересный феномен. Положим, у нас мембрана покрашена вот таким вот красителем. ДИАЛ, например. Мы говорили, это трейсерные красители. Они жирорастворимые, они встраиваются в мембрану. Ну и как трейсерный краситель, например, в нейронуках могут быть использованы, чтобы покрасить клетку целиком. Понятно, что мы можем окрасить не только нервную клетку, а любую, которую хотим. Но теперь возникает очень интересная закономерность. Этот краситель, эта флюоресцентная молекула будет иметь определенный дипольный момент. И только если электрическое поле будет меняться в этом же направлении, она может поглотить этот фотон и использовать его в дальнейшем для флюоресценции. Если же напряженность электрического поля будет идти в другом направлении, скажем, в таком, то возможности такой у молекулы уже не будет и флюоресцировать она не будет. А теперь смотрите. Мы с вами используем нашу микроскопию полного внутреннего отражения и меняем поляризацию света. В случае одной поляризации света у нас флюоресцирует только молекула, находящаяся вот в такой плоскости. И действительно мы этот пузырек с вами никак не увидим, потому что если мы теперь сложим все эти яркости, мы увидим, что яркость здесь примерно одинаковая. А если мы изменим поляризацию света, у нас будут светиться только молекулы, которые ориентированы вот таким образом. И теперь мы с вами увидим примерно вот такую форму яркости. И, конечно, здесь, несмотря на то, что разрешение микроскопа меньше, это все сложится, мы с вами увидим просто это как яркое пятно. Посмотрите, первый вариант поляризации, и здесь мы видим с вами просто клетку, или в данном случае, если мы будем говорить о эритроците, которые заставили все-таки начать формировать небольшое впячивание мембраны, здесь мы этого впячивания мембраны не видим. И здесь их нет. В случае другой поляризации мы практически не видим нормально саму все мембраны, но видим вот такие вот отдельные это все места, где будут формироваться такие впячивания. Но если мы эти картинки две с вами друг на друга поделим, посмотрите, как хорошо видны участки мембраны, которые ориентированы именно вот таким вот образом. Для клетки. Ну и вот внутри видны места, где формируются такие пузырьки. Или наоборот приходят для высвобождения чего-нибудь, скажем, нейромедиатора. Понятно, что ни одним другим способом такое сделать невозможно. Давайте попробуем для микроскопии внутреннего отражения теперь сказать, какие у них есть недостатки, какие есть достоинства. Недостатки – это только одна плоскость изображения. Мы видим только то, что находится непосредственно вот в таком вот положении. Рассеяние света, естественно, есть. Мы не можем использовать толстые подложки, например, вырастить клетки на коллагене, потому что проникает свет будет всего на 200 нанометров. Если эти 200 нанометров занять подложкой, то мы ничего с вами не увидим. Ну, а возможности и достоинства здесь, конечно, тоже очень большие. Во-первых, скорость работы. Это та же самая скорость, что скорость камеры, которую мы с вами снимаем. Это тонкий срез, потому что для конфокальной микроскопии самое тонкое, что мы можем получить, это порядка 500 нанометров в половину микрона. Здесь же мы можем, в принципе, регулируя угол света, получить до 60 нанометров, ну, конечно, при коротких длинах волн. Мы можем наблюдать непосредственно передвижение на такие маленькие расстояния, каких-то органел к мембране. Можем наблюдать все мембранные процессы, которые нас интересуют, и события на мембране, например, о организации каких-то белков в рафте. Можем посмотреть, на самом деле, даже микроскопию отдельных флюороэффициентных молекул. Так как у нас очень высокий контраст, очень хорошее соотношение сигнал-шум, в принципе, такая микроскопия позволяет увидеть, если это флюороэффициентные молекулы достаточно стойкие, эти отдельные молекулы. Разрешения, конечно, чтобы увидеть их, как отдельные, нас не хватает, но детекция уже вполне возможна. Следующий вариант, куда развивается сейчас современная микроскопия, это возможность визуализации крупных блоков ткани. Мы не всегда с вами можем сделать срезы с нашего объекта в силу разных причин. Например, мы просто не можем нарезать так, чтобы материал не потерять. Или структура очень сложная, и если мы сделаем срезы, мы потом не сможем ее восстановить. Или, опять же, вариантов много. Поэтому появились химические способы, которые позволяют нам сделать наш объект прозрачным. На самом деле, эти способы появились еще в конце 19 века. Вот пример такого оптического просветления, когда мы делаем коэффициентное переломление ткани примерно такой же, как и жидкости, в которой они находятся. Но современное развитие оптической микроскопии и ее методов привело к тому, что мы теперь можем такие прозрачные объекты получать в водной среде. Это означает, что можем применять все известные нам методы, например, иммунофлюресценцию. Например, мы можем теперь использовать наши же флюресцентные белки и получать вот такие вот изображения, где здесь больше миллиметра по этой оси, где-то полмиллиметра по этой оси, ну, и, конечно, миллиметр по этой оси с лишним. Это кусочек гиппокампа мышки. После оптического просветления снятый блок. Ну и согласитесь, когда вы имеете вот такой объем информации, снятый, конечно, работать с ним уже достаточно интересно, учитывая, что нас как раз могут интересовать связи между клетками. Понятно, что снимать такой громадный образец при помощи конфокальной микроскопии очень-очень много времени займет. Ну, плюс образец будет выцветать. Поэтому для работы с такими блоками используется специальный микроскоп, который освещает в нашем образце только одну плоскость. Это так называемый микроскоп с освещением выбранной плоскости. Как он работает? Предположим, что мы возьмем кювету, где расположим наш образец. С одной стороны этой кюветы у нас будет размещен объектив, в котором мы регистрируем изображение флуоресцентное. А с другой стороны мы поставим еще один объектив, у нас с маленькой числовой апертурой. Причем таким образом, чтобы через этот объектив формировалась вот такая вот фигура из света. То есть, по сути дела, мы объективом подаем с вами просто линию света. Она чуть шире до нашего образца и чуть шире после нашего образца. Но в нашем образце имеет примерно одну и ту же толщину. Конечно, чем больше будет числовая апертура объектива для освещения, тем будет хуже. Меньше у нас будет эта зона узкая, и больше будет широкая зона. В принципе, можно подобрать соответствующий объектив для освещения. Так как у нас объект флуоресцирующий, то есть покрашен каким-то нашим флуоресцентным красителем, то только в этой зоне, где будет происходить возбуждение флорохрома, мы увидим с вами и испускание. То есть, мы теперь можем делать серию оптических срезов этого объекта, просто передвигая этот вот точек нашего света плоский, который теперь будет освещать определенные части нашего объекта, и только в эквистенцию с них вторым объективом мы будем с вами регистрировать. Понятно, что в отличие от конфокального микроскопа, который медленно, точка за точкой собирает все эти данные, здесь мы получаем сразу же, если используем камеру, плоскость нашего изображения. Передвинули чуть-чуть освещение ниже, а получили по Z следующую плоскость нашего изображения. Следующую. В принципе, современные системы позволяют получать порядка 30 кадров в секунду по глубине для нашего объекта. И, предположим, если вы хотите сделать 1200, например, кадров по глубине, то этот счет пойдет на минуту. В случае конфокального микроскопа это часы или дни. Конечно же, говоря теперь о возможности смотреть в объекты глубоко, не всегда мы можем объект сделать вот таким прозрачным. Предположим, мы хотим посмотреть, что происходит в живой ткани. Например, у нас есть живая мышка, и мы хотим посмотреть, что у нее происходит в ее коре. Мы можем покрасить наши нейроны каким-то красителем, который будет отражать напряжение на мембране, либо, если хотите, концентрацию кальция и что угодно. Но мозг живой – это материал, очень сильно рассеивающий свет. И поэтому ни такой подход нам не получится, свет будет сразу рассеян. Ни обычный конфокальный микроскоп не позволит нам глубоко заглянуть. Но есть другой метод, который называется дуфотонная лазерная сканирующая микроскопия. Давайте сначала посмотрим на то, как будет выглядеть спускание флорохрома под конфокальным микроскопом, и вот зона фокуса для конфокального микроскопа, и под двухфотонным микроскопом вот зона фокуса. Посмотрите, в конфокальном микроскопе у нас формируются вот такие песочные часы и света. Самая узкая часть их – это наша плоскость, как раз где мы наблюдаем наш объект. А в случае двухфотонной микроскопии, здесь вот еле-еле видно, но на самом деле я просто точку поставлю, чтобы было лучше видно, светится только одна единственная точка. Что это означает? Если у нас светится одна единственная точка, нам не нужна даже никакая пинхол-диафрагма. Любой свет, который мы с препарата получаем, только с этой точки, в принципе, и возможен. Ну а давайте теперь перейдем к тому, как, в принципе, это все работает. В случае обычной нашей конфокальной микроскопии и так называемого однофотонного возбуждения мы используем один фотон, чтобы возбудить наш флорохром. И, соответственно, с ныревого состояния до какого-то возбужденного энергии этого кванта света хватает, чтобы перенести. Как вы помните, возбуждение – процесс немоментальный. Нужно некоторое время для того, чтобы молекула могла фотон поглотить. Поэтому, если вдруг за это короткое время, я напомню, что свет за это время пробежит всего лишь порядка 300 нанометров, то есть это очень быстро. Но если вдруг за это время на эту молекулу придет два фотона с два раза меньше энергии, предположим, мы возбуждали 400 нанометров, а теперь у нас на препарат за это короткое время пришло два фотона по 800 нанометров. Их энергии могут сложиться. Смотрите, что произойдет. Мы при помощи возбуждения 800 нанометров смогли возбудить флорохром, который возбуждался при 400 нанометрах. Но что интересно с этим феноменом? Он очень сильно зависит от плотности фотонов. То есть для того, чтобы это произошло, два фотона должны оказаться около молекулы практически одновременно. И это возможно только в самом-самом фокусе нашей линзы, потому что здесь у нас плотность фотонов низкая, здесь она становится выше, выше, а здесь она становится очень невысокая. Дальше она опять резко падает. И только вот в этой части возможна теперь флуоресценция. Только здесь двухфотонное возбуждение будет работать. Чем это хорошо? Флуоресцирует одна единственная точка препарата, а мы с вами помним, что флуоресценция в растворе, если это не мембрана, если это не каким-то образом специально заякоренные флуоресцентные красители, будет идти во все направления. То есть теперь любой свет, который мы будем собирать, это свет именно флуоресценции этой точки. Первое достоинство. То есть мы можем соотношение сигнал-шума сильно увеличить, поставив детекторы где угодно нашего образца. Второе достоинство. Как вы понимаете, красный и инфракрасный свет хорошо проникают через наши живые ткани. Наверняка, если кто-то рукой закрывал лампочку или свет, видел, что красный свет через руку, в общем-то, проходит, и если лампочка достаточно яркая, его даже видно на просвет через наши ткани. Для возбуждения мы используем, посмотрите, свет сдвинутую инфракрасную часть спектра 800 нанометров, который хорошо проникает через ткани мозга, например. И, соответственно, даже глубоко, пускай это будет, скажем, 1 миллиметр от поверхности, эти фотоны смогут теперь заставить наш флуоресцентный краситель фрисцировать. Понятно, что свет с такой глубины не пойдет по прямым направлениям, он будет как-то многократно переотражен, рассеян, выйдет непонятно куда. Но нам теперь и не важно, что он будет двигаться по прямым каким-то траекториям. Нам важно, что теперь любой свет, который мы получим, предположим, у нас будет зеленое свечение, любой свет, который вышел у нас теперь из ткани, это тот свет, который организовался только в этой ограниченной небольшой области пространства. То есть этот метод позволяет нам теперь очень глубоко внутрь нашего образца, причем живого, рассеющего заглянуть. Пример. Посмотрите, это опять же мозг, тут никуда не денешься, и здесь 1 миллиметр, 1,5 миллиметра. Обратите внимание, мы можем на живом образце визуализировать больше миллиметра по глубине при помощи этого метода, и при этом разрешение достаточно приличное. Мы видим здесь и отдельные идущие аксоны, и отдельные клетки, и клетки, которые находятся под этим слоем, вот номер 5 самой нижней части, если мы будем брать. То есть, как видите, это метод выбора для прижизненной микроскопии, когда вы хотите работать с животным и, соответственно, смотреть весь орган целиком, находящийся по месту, и, в общем-то, в более-менее физиологических условиях. Какие достоинства у нас получаются у нашей двухфотонной микроскопии? Первое достоинство мы с вами обсудили. Это очень большая глубина сканирования. Мы можем теперь глубоко посмотреть наш объект. Второе достоинство тоже весьма логично, отсюда вытекает. Низкая фототоксичность. Инфракрасный свет, он не очень опасен для наших тканей, и наш флуорохром, который возбуждается, скажем, 400 нм, 800 нм, возбуждаться будет только в зоне фокуса. Ну, соответственно, выцветать он будет только там. То есть, выше и ниже выцветания у нас нет, фототоксичность будет низкая. Следующее. У нас всегда была проблема с использованием флуорохромов, работающих в ультрафиолетовой части спектра. Почему? Клетки не очень любили ультрафиолет. Теперь у нас эта проблема тоже оказывается решена. Таким образом. Мы теперь с вами можем, например, 300 нм возбуждать, как два фотона по 600 нм. 600 нм не так страшно для клеток. Это, в принципе, ближе к инфракрасной части спектра. Ну, а если эту энергию сложим, получим 300, и флуорохром, который возбуждается 300 нм, мы можем использовать. Ну, и несколько дополнительных методов, которые мы сейчас с вами тоже обсудим, которые возможны только в этом варианте микроскопии. Чувствительность этого метода может быть очень сильно повышена, потому что теперь, смотрите, предположим, это наш объектив. И здесь освещаем одну единственную точку, где происходит двухфотонное возбуждение. Ну, а теперь, как бы мы не собрали свет с какой бы стороны, это свет именно от этой точки. То есть нам не нужна теперь пинхол диафрагма. Нам не нужно с вами никакой дополнительной оптики. Мы можем сразу за объективом разместить фотоумножители. На самом деле мы можем фотоумножители и под конденсорами, если у нас конденсор с высокой числовой апертурой, разместить. И в данном случае у нас очень маленькая потеря фотонов. Здесь практически ничего, кроме там дехроичного зеркальца и линзы, нету до фотоумножителя. И соотношение сигнал-шум и количество фотонов, которые мы с вами сможем зарегистрировать, конечно, становится очень высоким, что позволяет нам работать с очень слабыми сигналами. Немножко о разрешении этого метода. Опять же, функция рассеяния точки для конфокальной микроскопии, функция рассеяния точки для двухфотонной микроскопии. По x, y, как видите, разрешение чуть-чуть похуже, чем у конфокальной микроскопии. Почему? Для возбуждения используем свет с большей длиной волны, например, 800. А по z, смотрите, как она резко ограничена. Только в небольшой зоне, возможно, в принципе, это флуоресценция. Ну и пример работы с живой мышкой. Статья, ссылка. Так, ссылка у меня куда-то делась, потом, соответственно, добавлю на слайд. Взяли мышку, добавили ей прямо в кору краситель, который позволяет нам увидеть кальций, ратиометрический краситель кальций. Немножко истончили череп, чтобы можно было все-таки объектив подвести к нему достаточно близко. И прямо через кость черепа, через все оболочки мозговые 60 микрон, 90 микрон, 130 микрон, 240 микрон. И при этом для каждой клетки мы теперь можем выделить зону интереса, сказать, мы хотим посмотреть, что происходит с этой клеткой, с этой клеткой, например, с этой клеткой. И посмотрите, мы теперь можем зарегистрировать, как меняется концентрация кальция в этих клетках по времени. На живом животном. Чисто оптическими методами. Конечно, интересный метод. Теперь немножко про подбор длины волны возбуждения. Сразу скажу, в тестах будут вопросы про длину волны возбуждения, которые нам нужно использовать для двухфотонного режима. И давайте посмотрим. Внизу для тех же самых красителей, флюцентных белков, у нас приведены длины волны возбуждения в однофотонном режиме. Вот первый белок у нас где-то в районе 400 нанометров, меньше чем 400 нанометров, имеет максимум возбуждения. Наш, собственно говоря, здесь улучшенный CFP. Посмотрите, здесь тоже 800 нанометров и чуть-чуть дальше сюда смещено. Вот. Видите, в принципе умножили на 2 и примерно с вами получили картину. Конечно же, профили возбуждения в двухфотонном и однофотонном режиме все-таки различаются. Это не прямо умножить на 2. Но в большинстве случаев, если вы не знаете, какую длину волны возбуждения взять для вашего красителя, вы смотрите, как он возбуждается в однофотонном режиме. И дальше вы получаете для этого же красителя примерно длину волны, которую вам нужно использовать для двухфотонного возбуждения, если просто ее умножите на 2. 500 нанометров, 1000 нанометров, 400 нанометров, 800 нанометров, 600 нанометров, 1200 нанометров. Идея, я думаю, более-менее понятна, почему она двухфотонной микроскопии и называется. Ну а теперь два дополнительных метода, которые возникают только с применением этого варианта микроскопии. По-другому никак совершенно невозможно. Это генерация гармоник. Я не буду даваться физику, но процесс, который мы сейчас будем описывать, отличен от флюресценции, потому что он происходит моментально. Если флюресценция, если помните, на поглощении, на саму флюресценцию занимала достаточно большое время, это процесс из так называемой нелинейной оптики, и время, которое он занимает, очень быстро. В чем его смысл? Если у нас будет два фотона, скажем, по 400 нанометров, то мы можем с вами получить, извините, пускай будет по 800 нанометров, чтобы было удобнее, то мы с вами можем получить один фотон, скажем, 400 нанометров при определенных условиях. Это генерация так называемой фторичной гармоники. Что это за условия? Это молекулы, которые не имеют симметрии, собраны и упорядоченные структуры. Коллаген, микротрубочки, миозин мышечный и так далее. При этом, так как это не флюресценция, нам ничем красить не нужно образец. Если у нас есть молекулы, обладающие такими свойствами, и мы используем с вами достаточно мощное импульсное излучение, которого достаточно для двухфотонного возбуждения флорохромов, то и вот эта вторичная гармоника будет автоматически у нас получаться. То есть, если мы теперь поставили 2 по 800, и на 400 нанометров поставили регистрацию, мы ее можем увидеть. Примерно то же самое и с третичной гармоникой. Предположим, мы взяли теперь 3 таких фотона, и они теперь могут сложиться у нас в 3 раза меньшую длину волны, быть здесь излученными. Третичная гармоника чуть более интересная. Она возникает в местах, где резко изменение коэффициента преломления. Предположим, у нас есть какая-то липидная капля, которая находится в цитоплазме. Понятно, что коэффициент преломления здесь будет 1,5, здесь, скажем, 1,42. Резкое изменение коэффициента преломления, и вот в этих местах будет формироваться эта вот третичная гармоника. Опять же, никакой метки, никакого флуоресцентного красителя нам для этого не нужно. Это происходит само по себе. Что мы увидим в этом случае без какой-либо дополнительной метки? Мембраны органелл, мембраны клеток, жировые включения. Понятно, что жировые включения – это меленизированные аксоны. Пример картинки. Это ничем не окрашенная ткань, то есть никакой окраски здесь нет. Единственное, мы взяли какую-то длину волны, и теперь посмотрели в 2 раза короче и в 3 раза короче длины волн, которые мы отсюда получаем. Так называемую вторичную и третичную гармонику. В виде вторичной гармоники мы взяли теперь окраску такую псевдоцветоциановую, вот он здесь, мы видим коллагеновые волокна, которые в обычном случае не очень хорошо видны. И в виде вот такого фиолетового маджента мы взяли, соответственно, сигнал от третичной гармоники – это жировые включения. Так как эта ткань жировая, то, соответственно, вот эти липидные капельки теперь стали очень хорошо видны. Как видите, никакой метки нам не нужно, и на самом деле мы можем при помощи этих методов увидеть очень много чего интересного. Предположим, если у нас есть в срезе мозга какие-то упорядоченные проводящие пути, много-много аксонов идут очень-очень вместе друг с другом. Предположим, маховидные волокна гиппокампа из С1 к зубчатому ядру. Вот, видите, без всякой метки они видны. Или другой вариант, предположим, есть сетчатка. В сетчатке, как вы помните, есть место, где входит нерв. Ну и дальше аксоны расходятся радиально, чтобы всю сетчатку иннервировать. И в случае некоторых повреждений, например, в случае глаукомы, да, получается повреждение зрительного нерва, и оно выпадает такими секторами. И здесь как раз видно и вот эти аксоны, и видны поврежденные сектора. Напомню, что это без какой-либо дополнительной окраски. Это чисто оптический феномен, который мы получаем бесплатно, то есть даром. На этом мы с вами завершили о двухфотонной микроскопии. Это крайне удобный, интересный и очень часто сильно развивающийся метод. Особенно учитывая, что теперь импульсные лазеры, необходимые для его возбуждения, сильно подешевели. И я думаю, что эти микроскопы будут все больше и больше использоваться. Теперь давайте поговорим о возможности получения более высокого разрешения. Ведь понятно, что нам бы хотелось иметь от нашего оптического микроскопа, если мы работаем с живыми клетками, разрешение, не знаю, скажем, 20 нанометров бы. Да, это размер среднего глобулярного белка. И есть несколько методов, позволяющих это сделать. Как вы помните, совсем недавно за это была дана Нобелевская премия. Три метода в этой Нобелевской премии было упомянуто. Это метод STET и два метода локализационной микроскопии. Давайте посмотрим для начала первый метод, который наиболее прост для понимания. Для того, чтобы его описывать, нам нужно вспомнить одну интересную вещь. А именно то, как работает лазер. Предположим, что у вас есть некоторый газовый лазер. У вас есть, предположим, какая-то трубка с газом, который ионизирован. То есть, каждый отдельный атом лазера находится в возбужденном состоянии и способен излучить фотон. Но согласитесь, в принципе, излучение фотонов будет случайным. И когда-то испустит вот этот атом, когда-то вот этот. Но теперь давайте мы поставим с двух сторон этой трубки два зеркала. Одно зеркало у нас будет 100% отражающим. Понятно, что процентов, конечно, никак не бывает. Но сильно отражающим. Другое, скажем, 70% отражающим. Ну и, соответственно, 30% пропускающим. Что произойдет? Если у нас вдруг какой-то один атом решит излучить в этом направлении. Понятно, что есть шанс, что этот фотон теперь отразится в обратную сторону. И также будет двигаться теперь сюда. До этого зеркала. Но, проходя мимо других атомов, которые готовы излучить, хотели бы, но пока еще не решились. Событие прохода этого фотона мимо него заставит его испустить точно такую же копию фотона. С той же самой длиной волны, с той же самой фазой. Ну, просто клон. Теперь у нас таких фотонов много уже. И остальные атомы у нас тоже испускают свои фотоны с той же самой совершенно фазой, с той же самой длиной волны. Ну, то есть, копия-копия. Так как у нас из этого зеркальца какое-то количество света, 30%, может выходить, мы получаем как раз лазерное излучение. Много фотонов с одинаковой фазой, с одинаковой длиной волны. Ну, и, соответственно, интенсивность достаточно высокая. Но, заметьте, что происходит. Если у нас есть возбужденный, положим, атом, или, если мы говорим о флюоресцентных молекулах, соответственно, молекула, и если к ней мы теперь подаем какой-то фотон с длиной волны, на которую она, в принципе, теоретически может излучить, на выходе мы с вами получим и тот фотон, который прошел рядом, и точно такую же копию фотона от этой нашей молекулы. Ну, и теперь наша молекула станет неактивной, не способной флюоресцировать до следующего поглощения возбуждающего света. Это ключевой момент для этого метода. Так называемая стимулированная эмиссия. То есть, то, что мы светом определенной длиной волны можем все возбужденные флуорохромы перевести в невозбужденное состояние и заставить излучить точно такой же фотон. Теперь представьте, у нас есть некий препарат. Мы его возбудили, скажем, зеленым светом. А теперь, например, подали на него красный свет, который, в принципе, еще попадает в спектр испускания этого флуорохрома. У нашего флуорохрома спектр испускания, например, такой, отделенного до красного. И мы вот здесь вот в красную область ему подали достаточно-достаточно яркий свет. А теперь мы пытаемся зарегистрировать флуоресценцию. Понятно, что все флуорохромы у нас теперь оказались здесь не светящимися. Ничего мы с этого препарата с вами зарегистрировать не сможем. Ну и теперь вещь, за которую дали Нобелевскую премию. Примитивная, как всегда, на самом деле, но кто-то до этого должен был первым додуматься. Предположим, мы используем возбуждающий свет, и у нас есть минимальная возможная область возбуждения. Та самая функция рассеяния точки. Предположим, она у нас порядка 200 нм. Понятно, что в этом случае будут возбуждаться все флуорохромы, которые находятся в этой области. И от них же мы сигнал, в общем-то, и увидим. Поэтому разрешение нашего микроскопа будет за счет дифракционного предела этими 200 нм жестко ограничено. А теперь представьте, что мы можем сформировать пучок света, тоже дифракционно ограниченный, но слегка расфокусированный. И в этом пучке света у нас окажется, что максимальная яркость сосредоточена в виде вот такого бублика с дыркой посередине. Размер вот этого отверстия, место, где наименьшая интенсивность света, можно регулировать при помощи интенсивности этого гасящего пучка света. Но теперь давайте мы с вами эти две картинки друг на друга наложим. Мы возбудили все флуорохромы здесь. Мы теперь погасили с вами все флуорохромы, кроме вот этой вот центральной части. Только центральная часть осталась. И что мы теперь увидим, если будем регистрировать? Весь флуорохром, который был вот здесь вокруг, мы с вами погасили. У нас флуоресцирует только небольшая часть, которая будет, например, теперь у нас, ну предположим, 70 нанометров. Таким образом, несмотря на то, что у нас и объектив, и вся наша оптическая система является дифракционно ограниченной, и можем сформировать только вот такие размытые пятна, мы смогли заставить светиться точку с очень небольшими размерами, 70 нанометров. Теперь весь свет, который мы будем регистрировать, будет происходить из этой единственной точки. И мы, получается, при помощи нашего микроскопа смогли получить разрешение, ну в данном случае из этой статьи 66 нанометров, на самом деле сейчас уже может быть и меньше. Это то, каким образом работает метод STET, стимулированного уменьшения эмиссии флуорохрома. Ну и пример, опять же, с точки зрения диаграммы Яблонского. Мы возбудили наш флуорохром, он может флуоресцировать в зеленом. Но если мы теперь подадим ему красный фотон, где, в принципе, возможно еще такая флуоресценция, ему ничего не останется, как испустить точно такой же красный и перейти опять в невозбужденное состояние. И за счет этого мы можем теперь возбуждать на нашем препарате очень маленькие точечки, гораздо меньше, чем дифракционный предел, и получать высокое разрешение. Ну, пример картинок приведен на этом слайде. Пример картинок можно посмотреть вот здесь. Здесь конфокальный режим с одним диском ERI, ну и, соответственно, STET режим. Когда наш микроскоп еще хорошо работал. А в данном случае, как видите, разрешение порядка 70 нанометров можно получить. Следующий вариант сверхразрешения, за который не была уже дана Нобиевская премия, это так называемое структурированное освещение. Наверняка дома есть тюль, и если тюль складывается, то видны вот такие картины в виде муара, когда есть теперь более темные и более светлые участки. Предположим, что вы теперь используете одну тюль с абсолютно точно известным шагом этих полосок темных и светлых, а другая у вас как-то искажена, и вы эти две картинки друг на друга накладываете. Понятно, что за счет этого получаются области более темные, более светлые, и в принципе в них зашифровано изменение, вот это небольшое, которое гораздо меньше, чем возможное разрешение вашего микроскопа. Пока разрешение можно получить только в два раза более высокое, чем обычное разрешение нашего микроскопа. Ну, на самом деле, каждый год обещают, что при помощи этого метода получат еще более высокое разрешение, пока, к сожалению, не получается, но вот пример. Естественно, они не очень честно поступают тем, что они сравнивают широкопольное изображение, а не конфокальное, с изображением, полученное этим методом. И действительно понятно, что в случае такого структурированного освещения, если мы будем не весь наш препарат освещать при помощи нашего возбуждающего света, а при помощи вот таких вот линий, то даже очень маленькие изменения мы теперь сможем увидеть за счет вот такого вот муара и получить разрешение выше дифракционного предела. Ну, этот метод очень требовательный к настройке, поэтому, конечно, сейчас уже меньше используется. Ну, и последний метод, который сейчас тоже широко используется, это так называемая локализационная микроскопия. Очень много есть ее подвариантов. У Nikon есть вариант Storm, у CESA Palm, у Reiki GDSim, GSDim и так далее. В общем, много странных названий. Давайте подумаем, что это такое. Представим, что в каждый момент времени на нашем препарате может светиться только один флуорахсцентный краситель. Понятно, что эта точка будет дифракционно ограничена, достаточно широкая, но, в принципе, если мы получаем вот такую широкую картину нашей флуоресценции, мы можем абсолютно точно для одной единственной точки сказать, где ее центр. И поместить сигнал, это то, что мы на нашем препарате видели, это то, что мы теперь создаем в виде упражнения высокого разрешения. Поместить этот сигнал точно вот сюда, одну единственную точку. Предположим, что мы теперь можем заставить на нашем препарате загореться другой набор точек. Предположим, у нас теперь эта точка погасла, и только вот эта точка рядом начала светиться. Она, опять же, дифракционно ограничена. Мы точно так же можем сказать, что центр ее где-то вот здесь находится. И теперь, если мы сможем каким-то образом наш препарат заставить светиться не целиком, а постоянно, то включаясь, то выключаясь, мы получим возможность, как раз то, что нас будет интересовать, каждую точку отдельно собрать, для каждой точки отдельно задать координаты. Это так называемая локализационная микроскопия. Ну, а дальше методы, которые здесь перечислены, различаются способами, каким образом заставить не весь препарат флюоресцировать, а только очень небольшой набор точек этого препарата в каждый момент времени. Так как у нас этот курс базовый, то более подробно вдаваться в то, каким образом это достигается, я сейчас не буду. Но смотрите, вот картинка, которую можно было бы получить, если у нас очень небольшое количество флюоресцентных точек светится. И понятно, что теперь мы можем для каждой из них нарисовать центр. Теперь мы их можем погасить и заставить светиться следующий набор отдельных точек. Соответственно, их теперь нанести, эти центры, уже на результирующую картинку и получить вот такую картинку со сверхразрешением. Мы видим только центральные части этих точек. Ну и понятно, почему все эти методы сверхразрешения называются локализационной микроскопией. Мы получаем, с вами локализируем максимум испускания, то есть максимум яркости вот этой вот точки. Если мы будем рисовать, опять же, функцию рассеяния точки, у нас будет вот этот вот максимум центральной диска ирии. И вот ровно в него мы теперь точку относим. Это так называемая локализационная микроскопия. Еще один способ сверхразрешения, о котором я должен сейчас упомянуть, очень интересный. Это так называемая сверхразрешающая микроскопия, только не смейтесь, сверхрасширение. Over-expansion. По-русски, к сожалению, по-другому его не перевести. Метод, к сожалению, уже не оптический, а метод пробподготовки. Опять же, так как курс базовый, очень коротко, вопросов по этому методу у вас не будет. Но представьте, что вы можете ваш препарат заключить в какой-то гель. И дальше заставить этот гель расшириться. Вот размер препарата исходный. И вот посмотрите теперь размер геля после того, как вы его заставили расшириться. Что произойдет? Наши клетки с каким-то нашим флюзисентным сигналом, который нас интересует. Мы его заключили в гель. Мы немножечко разрушили белки этой клетки, чтобы можно было теперь при расширении геля эти клетки тоже расширить, чтобы они не порвали гель. Теперь мы этот гель расширяем, предположим, в 10 раз. А теперь мы с вами смотрим уже вот такой препарат после того, как мы произвели расширение этого геля. То есть, по сути дела, мы просто растянули, вот представьте, у вас есть, не знаю, там резиновый шарик или еще что-то, вы нам что-то написали очень мелко. А теперь часть этой мягкой резины просто растянули. Понятно, что вы получили чисто механическое увеличение теперь этого рисунка, который вы сделали. То же самое в этом методе. Пример. Конфокальное изображение двух меток. Как видите, разрешений не хватает, чтобы различить их как отдельные метки. Конфокальное изображение того же самого участка, тех же двух меток, после такого расширения. Как видите, теперь разрешения нам вполне хватает, чтобы увидеть, что здесь на самом деле несколько сигналов. Ну и как пример, который мне хотелось бы здесь показать, это синаптическая щель. Белки, которые находятся на пресинапсе и постсинапсе. Понятно, что размер синаптической щели очень маленький. И посмотрите расстояние, которое мы теперь можем визуализировать на обычном конфокальном, а даже в некоторых случаях обычном флесцентном микроскопе с таким методом. 81 нанометр. Это то, на каком расстоянии обычно эти белки, если это подтверждается электронной микроскопией, находятся. Ну и картинка, которая получена для среза мозга до сверхроширения при тех же самых параметрах. Как видите, шипиков практически не видно, они вот как-то так очень плохо видны. И после такого сверхроширения на том же самом микроскопе, то есть оптика никаким образом не менялась, никаких денег в покупку нового микроскопа не вкладывалось. Но теперь посмотрите, как хорошо видны отдельные шипики в этой ткани. Насколько мы можем с вами увеличить разрешение данного метода. Это так называемая микроскопия сверхроширения. Ну и последние два метода, которые нам с вами остались, это так называемая флесцентная корреляционная или кросс-корреляционная спектроскопия и высокопроизводительная микроскопия. Что такое корреляционная и кросс-корреляционная спектроскопия? Если кто-то из вас будет заниматься динамикой отдельных молекул, то понятно, нас будет очень сильно интересовать их диффузия внутри клетки. Ведь если молекула маленькая, то скорость диффузии у нее будет очень высокая. Если молекула большая, то диффундировать она будет медленно. И если у нас, скажем, наша молекула, которая нас интересует, с чем-то взаимодействует, с каким-то белком, естественно, она становится на это время взаимодействия сильно больше. И скорость ее диффузии резко замедляется. Представьте, что у вас был бы метод, который мог бы вам показать скорость диффузии ваших молекул в определенном участке клетки. Тогда вы могли бы сказать, что ваша метка взаимодействует с чем-то еще более тяжелым, пускай даже не меченым, или не взаимодействует. Насколько часто она взаимодействует? При каких условиях она взаимодействует? И даже не зная второго партнера реакции, вы могли бы оценить эти параметры. Как этот метод, действительно существующий, реальный, работает? Давайте мы возьмем двухфотонное возбуждение и остановим сканирование нашего препарата в одной единственной точке. И будем смотреть изменение яркости этой точки по времени. Предположим, в первое время у нас внутри этой области, где возможно возбуждение, оказалось два флорохрома. И вот где-то интенсивность по времени меняется так. Где-то оказался один, интенсивность упала. Где-то оказалось три, интенсивность возросла, причем, как видите, выше еще, чем... И мы с вами говорили о том, что мы хотим оценить диффузию. Давайте теперь сделаем автокорреляцию этой функции, то есть насколько она сама себе подобна на разных промежутках времени. Ведь если у нас что-то будет очень большое и очень медленно двигаться через вот этот вот промежуток, то автокорреляция этой функции будет в момент изменения яркости, в момент входа, в момент выхода этой громадной молекулы из зоны возбуждения. То есть время будет достаточно большое. Если у нас что-то мелкое, оно очень быстро проскачет через эту область, и, соответственно, время будет гораздо меньше. Мы теперь сдвигаем эту функцию относительно самой себя на какое-то время и смотрим, насколько она сама на себя похожа. Ну, немножко сдвинули, весьма похожа. Сдвинули посильнее, ну, плюс-минус. Сдвинули еще сильнее, ну, совсем не похожа. И теперь мы можем такие значения отложить. Здесь функция сама на себя абсолютно достоверно похожа, здесь абсолютно недостоверно похожа. Понятно теперь, чем мы ее больше будем сдвигать, тем меньше она будет сама на себя похожа. И есть у нас возможность сказать, что, скажем, вот для первого варианта взаимодействия она сама на себя была похожа только на малых временных промежутках. Значит, диффузия была достаточно быстрой. Здесь она похожа на больших временных промежуток. Значит, диффузия была значительно медленнее. Если кто-то заинтересуется этим методом, ссылка для более подробного ее изучения. Ну, а вторая вещь, которую мы можем использовать с этим же методом, это кросс-корреляционная спектроскопия. Представьте, что у вас задача изменилась. Вы знаете обоих партнеров реакции. У вас есть, например, какой-то комплекс, который собирается из двух белков. И вы хотите посмотреть, какое время этот комплекс находится в собранном состоянии, а какое время этот комплекс находится в разобранном состоянии. А что если мы теперь пометим каждый из участников этого комплекса разным флуоресцентным красителем? Один будет флуоресцировать, скажем, в красной части спектра, другой, скажем, в синей. И одновременно будем регистрировать на два детектора. Это детектор, что мы увидим в синем, это все, что мы видим в красном. Если эти комплексы собраны вместе, согласитесь, что яркости будут полностью коррелировать. Они будут практически одинаковые. Вместе войдут здесь и красный, и синий. Вместе здесь и выйдут. Если же этот комплекс разобран, и мы точно так же с вами регистрируем для синего и для красного, то корреляции между ними практически никакой не будет. Таким образом, мы можем установить, какой процент у нас крупных молекулярных комплексов будет вместе, какой будет отдельно. Суммируем. Конфокальная микроскопия, если мы говорим о колокализации объектов, позволяет нам говорить о том, на каком расстоянии находятся объекты исследования в каком-то одном клеточном компартменте. Предположим, около 500 нанометров. Метод FRED, о котором мы говорили, позволяет нам говорить, взаимодействуют ли объекты исследования на очень маленьких расстояниях, скажем, 5 или меньше нанометров. ПЛИМФРЕД, какая часть объектов исследования взаимодействует на этом расстоянии и насколько часто. ПРАП, насколько быстрая вся совокупность объектов, которые мы исследуем, передвигается на дистанции в несколько микрон, например, между клеточными компартментами. Превисцентная корреляционная спектроскопия, какова концентрация молекул и какова скорость диффузии отдельных молекул, которые мы изучаем. Превисцентная корреляционная спектроскопия, какой процент отдельных молекул, который мы с вами регистрируем, передвигается совместно, а какой, соответственно, раздельно. И еще один метод, который я только упомянул, мы о нем будем говорить, когда будем говорить про электронную микроскопию, это корреляционная светоэлектронная микроскопия. То есть вы вначале делаете препарат, который можете посмотреть под оптическим микроскопом, а потом этот же препарат переносите под электронный микроскоп, чтобы посмотреть его под большим разрешением. И, естественно, с развитием биологии мы сейчас начинаем смотреть все более и более маленькие изменения наших объектов в ответ на какое-то воздействие. Поэтому нужно набирать статистику, чтобы могли говорить о том, что эти маленькие изменения, они не случайны, а являются закономерностью в ответ на какое-то наше экспериментальное воздействие. Поэтому сейчас появилась так называемая микроскопия высокопроизводительная, high-content screening, или по-русски еще очень смешное название, у нее есть цитомика. Да, по аналогии с геномикой, транскриптомикой, метаболомикой, вот мы теперь дошли до того, как клетки между собой взаимодействуют, и исследование большого количества клеток, то есть цитомики. Что из себя представляет микроскоп, который позволяет работать в режиме высокопроизводительной микроскопии? Это моторизованный, полностью автоматизированный микроскоп, который может при необходимости отснять, например, целую планшету клеток. При этом эта планшета будет отснята за данными параметрами, и вы получите изображение клеток, находящихся в каждой из этих точек. При этом, так как это планшет, то вы можете создать различные условия. Например, создать градиент какого-то вещества, которое вы хотите исследовать, и посмотреть, как клетки будут отвечать на применение вашего вещества. Также цитомика себя включает в автоматизированную обработку полученного изображения. Например, сегментацию клеток на ядра цитоплазмы. Для того, чтобы можно было посчитать соотношение ядра цитоплазмы, в некоторых случаях это бывает очень полезно. И в итоге такой прибор для цитомики выдает вам данные уже в виде табличных значений, где больше, где меньше, и при желании вы можете посмотреть для каждого такого значения исходное изображение, каждую отдельную клетку, либо целиком колодец, который был в планшете. Понятно, что это возможно и в случае микроскопов проходящего света, и в случаях флуисцентного микроскопа, и, как видите, в случаях конфокального микроскопа. Более того, планшеты могут быть не обязательно 96-луночными. Здесь может быть больше 1000 лунок, и вы можете за один раз исследовать больше 1000 различных вариантов вашего эксперимента. Понятно, что при этом статистика будет очень высокая, и вы сможете после обработки эти данные уже с высокой степенью достоверности использовать. В принципе, эти приборы могут быть и совсем не похожи на микроскоп, это может быть вот такая автоматизированная, например, станция. И, к примеру, вы можете исследовать, предположим, влияние количества или концентрации вашего вещества на разные типы клеток. Например, две линии клеток, или вторая линия. Например, какая-то концентрация вещества, которая вызывает апоптоз клеток в итоге. И вы можете покрасить метахондрием, метатрекером красным, например, и зеленым покрасить какой-либо маркер апоптоза, например, к аспазу. И в данном случае вы сможете тогда увидеть визуально, какая концентрация является критической. После какой концентрации клетки у вас для каждой линии начинают приходить к апоптозу. То есть, насколько они чувствительны, например, к этому веществу. Понятно, что это применяется, например, при исследовании раковых клеток, при некоторых других исследованиях цитотоксичности, мутагенности и так далее. Но данные вы получаете теперь в виде вот таких графиков. Яркость, например, канала затрекера, метахондрии, и, например, концентрация вещества действующего, которое вы использовали. Для одного типа клеток, для другого типа клеток. И видно, что при этом концентрация, когда происходит такое изменение, она различается. То есть, эти клетки по этому параметру различны. Вопросы, которые могут встретиться по этой части лекции. Конечно же, здесь не будет никаких больших подробностей, потому что эта лекция обзорная. И прежде всего здесь будет, конечно, несколько вопросов по двухфотонной микроскопии. Например, в чем ее преимущество? В чем отличие двухфотонной микроскопии, например, от конфокальной на широкопольной? Понятно, что нужно упомянуть фототоксичность, возможность посмотреть в препарат глубоко, то есть в визуализации на большой глубине. Если вспомните еще про специальные методы, типа генерации вторичной и третичной гармоники, будет просто прекрасно. Вот вопросы о том, какую длину волны нужно выбрать на двухфотонном микроскопе для возбуждения вашего флорохрома, если максимум анофотонного возбуждения, скажем, там 300 или 400 нанометров. Понятно, что так микроскоп двухфотонный, то нам нужно просто увеличить в два раза длину волны возбуждения. Если у нас, скажем, 400, то 800. Если 380, значит, понятно, 740 и так далее. Будут вопросы про метод полного отражения очень простые, то есть в основном это его сравнение, например, с конфокальной микроскопией или с широкопольной микроскопией. Будут вопросы о преимуществах резонансного сканера. Понятно, большая скорость сканирования белого лазера. Понятно, возможность свободного выбора длин волны возбуждения. Стет микроскопии. То, что это метод сверхозрешения. То, что он, как метод, скажем так, конфокальный, позволяет это делать очень быстро. О других методах сверхозрешения, например, структурированное освещение и локализационной микроскопии. Будут вопросы на то, что каждый из методов позволяет сделать. Например, что позволяет увидеть корреляционная спектроскопия и кросс-корреляционная спектроскопия. В первом случае это диффузия и скорость диффузии, отличенных гурахромом, скажем, белков или комплексов белков. А в втором случае, какое количество из этих белков, участников, которым покрасили разными флуоресцентными красителями, диффузии, диффузии вместе. То есть образует какой-то стойкий или нестойкий комплекс. Ну и будет несколько вопросов по тому, что такое микроскопия высокопроизводительная, она же цитомика. И в чем ее отличие, скажем, от широкопольной или кропокальной микроскопии. На этом наша часть курса по оптической микроскопии завершена. Следующие лекции у нас будут по электронной микроскопии, по малодевизуализации и, на самом деле, в принципе, масс-спектрометрической визуализации, по методам визуализации уже крупных объектов, это МРТ, ПЭТ и так далее. Ну а эта лекция завершена. Спасибо вам за внимание. До встречи на следующей лекции. До свидания. Продолжение следует...